Здравствуйте! Тема нашего сегодняшнего занятия – работа с возражениями. Плох тот менеджер, кто ни разу не сталкивался с возражениями при продажах. По сути, свои возражения – это важная часть конструктивного диалога. Если у клиента возникли какие-то возражения, значит, он заинтересовался вашим предложением. И ваша работа – помочь ему разобраться в каких-то сложностях или, может быть, недопонимании. Не стоит забывать, что клиент, избалованный рыночными отношениями, требует особого подхода. И при общении с ним стоит соблюдать несложные правила. Первое. Никаких споров. Вам лично нравится человек, который вступает с вами в спор. Если вы начнете спорить, это вызовет одну реакцию – раздражение на вас. О каком конструктивном подходе и вообще адекватности может идти речь после этого? Второе. Слушайте клиента. Не вздумайте его перебивать. Этим вы проявите элементарное неуважение, что плюсов не добавит. Кроме того, вам не удастся совершенно точно понять точку зрения клиента, а значит, вы не сможете грамотно ответить на возражения. Третье. Не приходите на личности. Не нужно думать, что если клиент возражает, то он плохо относится именно к вам. Все совсем не так. Это лишь бизнес. Ничего личного. Не показывайте негатива в ответ на возражение, иначе это вызовет ответную реакцию аналогичной вашей. Эти правила помогут, когда контакт уже установлен и общение с клиентом идет. Но что делать, если собеседник сопротивляется установлению контакта и дальнейшему общению? Прежде всего нужно определить вид сопротивления. Да, даже у этого понятия есть разновидности. Первое. Сопротивление к контакту в принципе. Причины могут быть разные. От врожденного недоверия до печального опыта. Главное здесь обеспечить плавность подхода и не обрушивать информацию сразу. Действуйте постепенно, издалека, без резких движений. Второе. Сопротивление всему новому. Клиента устраивает существующий порядок вещей, он не хочет изменений. Здесь можно сослаться на мнения каких-то авторитетных для клиента людей. Привести пример изменений, которые клиенту наверняка приходилось совершать. Рассказать о положительных моментах. Третье. Сопротивление типа «я не вижу в этом смысла». Если клиент говорит такое или явно имеет в виду, значит, вы не смогли правильно преподнести информацию. Здесь все зависит от вас. Измените свой рассказ, приведите другие примеры, перейдите на близкий клиенту стиль разговора и формулировки. Четвертое. Сопротивление переизбытку предложений. Возможно, клиенту каждый день звонят такие же, как вы, менеджеры. И предлагают ровно то же самое. Сумейте найти особенность вашего предложения, выделить его уникальность. Считайте, что сопротивление пройдено. Пятое. Сопротивление эмоционального характера. Клиент не рассуждает логически. Он общается с вами, подчиняясь душевному порыву. У него уже сложилось какое-то мнение о вашем предложении и, возможно, даже до вашего звонка. Здесь можно предложить только выслушать клиента, проявить понимание его эмоционального настроя, по возможности согласиться с какими-то аргументами, если они, конечно, не идут вам в ущерб. Ну и начать, собственно, работать с возражениями. Резко негативные эмоции тоже нужно выслушать, позволив клиенту выговориться и только потом приступать к работе. Шестое. Сопротивление расхода. Вопрос о цене нужно решать как можно позже. Иначе вы рискуете увязнуть в общении на тему «почему так дорого?». Ну или, как вариант, клиент решит, что невысокая цена – единственное преимущество ваших услуг. И ваши возражения не будут приниматься в расчет. Седьмое. Сопротивление на этапе заключения сделки. Вроде все идет хорошо. Вы нашли компромисс, пришли к какому-то результату, и вдруг тупик. Клиент от вас и не отказывается, но и договор не подписывает. Многие боятся принимать окончательное решение, и в таком случае резонно будет подтолкнуть человека. Можно даже просто спросить, что я еще могу сделать для достижения результата. Итак, сопротивление преодолено, вы подобрались к возражениям. Чтобы вдумчиво по существу с ними работать, нужно понимать, действительно они или ложны. Да, такое деление существует. И если с истинными возражениями можно и нужно работать, то с ложными придется работать вдвойне. Как правило, ложными возражениями прикрывается возражение истинное. И ваша задача в данном случае состоит в том, чтобы сначала выявить действительное недовольство. Какие для этого существуют способы? Первое. Повторяйтесь. Один и тот же постоянно звучащий вопрос рано или поздно заставит клиента выдать реальную причину, а не выдумывать новые отвлекающие маневры. Второе. Не отвечайте на ложное возражение по существу. Это приведет лишь к тому, что появится новое возражение. А ваша цель – не копить отговорки клиента, а найти реальную причину. Третье. Попросите конкретизировать. Уточняйте. Сами проговаривайте слова клиента. И так на ощупь сможете найти истинное зерно недовольства. Четвертое. Предположите, что проблема решена. Если реакцией клиента будет создание нового возражения, значит предыдущее точно было ложным. Пятое. Попросите дополнительных аргументов. Заданный клиенту вопрос «Может быть что-нибудь еще?» показывает, что вы согласились с его предыдущей отговоркой, после этого клиент может выдать истинное возражение, вдобавок к первому. На этом этапе и начинается сама работа с возражениями. Схематично ее можно изобразить как последовательность из трех шагов. Выслушать, уточнить, ответить. Первым делом обязательно выслушать. Допустим, клиент говорит «Зачем нам ваши услуги? У нас и так отличный сайт, на него ежедневно приходят постоянные посетители. Есть устойчивый показатель продаж. Не нужно в такой ситуации пытаться наезжать на клиента и утверждать в ответ, что его сайт не так хорош, как он думает, а уровень продаж мог бы быть повыше. Вспомните правила обращения с будущим заказчиком. Не спорьте и не пытайтесь доказать свою точку зрения. Далее нужно уточнить услышанное. Так вы показываете, что внимательно выслушали и хотите быть уверены в том, что все поняли правильно. Небольшой пример с вопросами и уточнениями. Можно узнать, сколько посетителей у вас бывает ежедневно? Насколько у вас устраивает такой уровень посещений? Допускаете ли вы возможность привлечения новой клиентуры? Мы гарантируем вам прирост посетителей минимум на 25%. После уточнения можно переходить непосредственно к ответу на возражения. Продолжая тему с утверждением клиента «У нас и так все хорошо», приведу пример диалога, ответа на возражения. То есть вы считаете свой сайт лучшим из возможных вариантов? Лучший – враг хорошего. У нас действительно хороший сайт, который приносит нам продажи. Лучше существующего уровня продаж может быть только неуклонный рост продаж. Не так ли? Может быть, стоит попробовать привлечь современные технологии и усовершенствовать ваш сайт? Но наши постоянные покупатели могут плохо отреагировать на изменения в привычном сайте. А мы изучим поведение ваших клиентов и сделаем так, чтобы не только не отпугнуть постоянных покупателей сайта, но и привлечь новых. А что конкретно вы можете предложить? Все, клиент заинтересовался. Его сомнения в основном развеяны. Можно работать дальше. Как конкретно работать с возражениями? Первое. Логика. Своими фразами направить мысли клиента в правильном направлении, помогая ему составить логические связи, оперируя абстракциями и конкретикой, обобщением и выделением главного. Пример подобного диалога. Не понимаю, чем мне может быть полезен новый сайт. Наш действующий ресурс справляется с своими обязанностями. Новый сайт – это новые технологии и возможности. Новые возможности оценят имеющиеся клиенты. Им станет удобнее пользоваться вашим ресурсом. Плюс придет целый пласт новых клиентов, которых останавливало раньше от перехода только отставания вашего сайта в техническом плане. Второе. Эмоции. Будьте на одной волне с клиентом. Подстройтесь под его эмоциональный фон и работайте в том же стиле. Пример. Чем мне поможет ваш сайт? Если у меня и так-то продажи не очень, еле-еле на плаву держимся. А тут еще вы, на вас деньги нужно тратить. Совсем разоримся. Так потому и еле-еле и держитесь, что возможности интернета не используете. Сайт – это же дополнительная реклама, да еще какая. С нашим-то подходом потраченные деньги вернутся к вам так быстро, что вы оглянуться не успеете. Третье. Метафора. Проводите параллели. Используйте метафоры и сравнения.